Уважаемый господин председатель, уважаемые участники форума, уважаемые дамы и господа, я признателен за возможность выступить на втором инновационном форуме в Лапинранте и от лица Министерства экономического развития хотел бы поприветствовать участников форума и выразить слова благодарности организаторам за интересную и насыщенную программу и отличную организацию данного мероприятия. Хотел бы отметить, что мы приветствуем активизацию диалога с европейскими партнерами по вопросам инноваций и уверен, что диалог в рамках данного форума откроет новые широкие перспективы для практического взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Решая задачи модернизационного развития России и перехода к инновационной экономике знаний, поставленной руководством страны, мы понимаем, что в современном мире сделать это в изоляции без расширения международного сотрудничества с упором на общий интеллектуальный потенциал просто невозможно. Наше будущее мы видим именно в совместном и взаимовыгодном развитии и преодолении новых вызовов современного общества за счет объединения научно-исследовательского и технологического потенциала. Мы готовы к работе в широкой международной кооперации и активному сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами. Партнерство с Европейским Союзом является объективным стратегическим выбором России. Развитие торгово-экономического сотрудничества России с ЕС способствует такие объективные факторы, как географическая близость, длительная история политических, хозяйственных и культурных связей, взаимозависимость и взаимодополняемость экономик и инфраструктуры, наличие развитой договорно-правовой базы. В отношении стран Северной Европы они являются нашими ближними соседями, и к ним все эти соображения, они, безусловно, наиболее применимы и наиболее актуальны. Мы убеждены, что для сохранения высокого уровня партнерства России и ЕС есть все объективные предпосылки, и надо их реализовывать в практические шаги. Считаем, что дальнейшее развитие нашего взаимодействия должно находиться в русле диверсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с упором на инновационную составляющую и совместную научно-исследовательскую деятельность. Важной ключевой точкой в развитии взаимоотношений России и ЕС явился запуск совместной инициативы «Партнерство для модернизации», которая определила приоритеты нашего сотрудничества и интенсифицировала сотрудничество в интересах именно модернизации и инновационного развития. В настоящее время хотел бы отметить, что по целому ряду направлений, таких как энергодиалог, транспортный диалог, научно-техническое сотрудничество, космос, реализуется диверсифицированная программа работы, включающая как горизонтальные вопросы сотрудничества, так и конкретные проекты между бизнес-операторами, что особенно ценно, что эта инициатива является не только некой рамочной, но и определяет конкретные формы взаимодействия и способствует реализации конкретных проектов. Особенно хотелось бы отметить, что активно развивается сотрудничество на региональном треке. И с большим удовлетворением хотел бы отметить, конечно, тот большой прогресс, который происходит в рамках инициативы «Северное измерение», в частности, в области транспорта и логистики. Эти вопросы, безусловно, важны, и им необходимо уделять очень большое внимание. Активно идет работа по вопросам инновационного сотрудничества, и хотел бы отметить, что, в частности, вчера в Москве прошел семинар по вопросам интеграции России в такие механизмы, как European Innovation Scoreboard и Innovation Policy Trend Chart. И активно ведется работа по образованию нового диалога в сфере инноваций, что подчеркивает, что данному вопросу мы уделяем большое внимание, и мы готовы работать с нашими европейскими партнерами. Признавая важность специальных механизмов финансовой поддержки проектов модернизационного партнерства, хотелось бы отдельно отметить подписание меморандума между Внешэкономбанком и ЕБРР о взаимопонимании по созданию механизма софинансирования проектов, реализуемых в рамках инициативы партнерства для модернизации. Меморандум обозначает намерение Внешэкономбанка и ЕБРР развивать сотрудничество по поддержке проектов в рамках партнерства для модернизации, и при этом стороны предусматривают возможность выделения на этой цели до 1 миллиарда долларов США, что, безусловно, является весьма позитивным знаком и, я надеюсь, придаст новый толчок к реализации инициативы. Активное участие в модернизационном сотрудничестве принимает и бизнес-сообщество, и мы, безусловно, с большим энтузиазмом и очень позитивным отношением отмечаем этот факт. В частности, Круглый стол промышленников России и ЕС провел серию семинаров, посвященных различным секторам инновационной деятельности. И особенно приятно отметить, что сегодня мы услышим видеоприветствие от Круглого стола промышленников ЕС из Томска. По конкретным направлениям сотрудничества, а это, наверное, то, что нас всех, конечно, интересует, мне бы хотелось подчеркнуть, что мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества по линии фонда «Сколково». Для участников «Сколково» создаются максимально благоприятные условия для реализации инновационных проектов, прорывных проектов и обеспечивается поддержка по всему циклу развития инновации, начиная от самого раннего этапа и вплоть до коммерциализации и уже реализации в каких-то конкретных изделиях, продуктах, услугах, системах. С удовлетворением также хотел отметить, что в рамках фонда «Сколково» начал работать еще один кластер «Космос», и мне кажется, это могло бы тоже стать новым направлением нашего сотрудничества. Новым перспективным направлением нашего взаимодействия могли бы стать также технологические платформы. В апреле текущего года на заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, возглавляемой премьер-министром России Владимир Владимировичем Путином, было принято решение утвердить 27 российских технологических платформ, которые являются, в общем-то, очень близким, в общем-то, по идеологии аналогом европейских технологических платформ. И мы придаем большое значение развитию международного сотрудничества именно в этом формате, и для нас он выглядит очень перспективно. И мне кажется, тут можно было бы добиться очень хороших практических результатов, поскольку одной из целей технологических платформ как раз является устранение фрагментарности исследований, проводимых или в рамках страны, или в рамках Евросоюза. И здесь объединение наших усилий уже на неком общем нашем пространстве могут быть в сече гораздо более существенным результатом. Для дальнейшего развития нашего сотрудничества необходимо не останавливаться на тех достижениях, которые уже имеются. Надо искать какие-то новые ниши, где объединение нашего потенциала способно дать существенное повышение нашей общей глобальной конкурентоспособности перед лицом внешних вызовов. И одним из возможных направлений вот такого взаимодействия могло бы стать, например, создание северного кластера в области информационных технологий. Компетенции стран Северной Европы в этой области, они, безусловно, широко известны. Но я бы хотел отметить, что после вот такого прорыва, который наблюдался в конце XX века, наступило определенное, так сказать, замедление этого роста. И вот тут объединение потенциала стран Северной Европы и стран Северных регионов России могло бы обеспечить некий такой кумулятивный синергический эффект и дать новый толчок для развития этого направления. Ну а в качестве возможных направлений, которые могли бы реализовываться в рамках данного кластера, могло бы стать гармонизация законодательства в данной области, выработка совместных программ обучения специалистов и, конечно, реализация совместных проектов в области критических технологий и мобильных коммуникаций. Завершая, мне бы хотелось отметить, что проведение такого форума это очень важная и своевременная инициатива, дающая хорошую площадку для установления прямых деловых контактов, обсуждения ключевых вопросов инновационного сотрудничества и реализации совместных исследовательских и производственных проектов, которые, так сказать, именно дают новый толчок и новое освещение всем этим проектам. Уверен, что проведение инновационного форума станет хорошей традицией и надеюсь встретиться со всеми присутствующими в 2012 году. Спасибо за внимание.